Всем доброго, ребята! Не очень добра, на самом деле, потому что я осознала сегодня, что я потеряла свой кошелек из Saint Laurent, который подарил мне ОСК на какой-то праздник. Я потеряла кошелек, в котором были мои крова, все мои карточки, и самая главная карточка — мир. С платежной системой мир, которая говорит, что в Дубае где-то действительно, то есть ей можно оплачивать. И я хотела попробовать, а карточку мир нельзя приделать вот сюда, поэтому был вариант только единственный пластиковую карточку взять. Но теперь не знаю, что делать. Буду звонить во все отели, в которых мы жили, их было три, и узнавать, может быть, в номере. Это единственная моя надежда, потому что я брала все чемоданы и ничего не нашла. Ну, мне обидно больше всего, если честно, даже не за карточки, ну, хотя, блин, тоже обидно за них. Их можно перейдут, и все такое. Ну, права, то есть когда мы поедем в Америку, если мы перед этим не зайдем в Россию, я не смогу там, получается, ездить. Это очень обидно. И так всегда ОСК ездит. Ну, просто круто, когда я тоже могу сесть за руль. Ну, может, найдем. Ну, и за мир обидно, потому что наличка у нас не резиновая. Мы думали как раз в Дубае, чтобы мы платили где можно этой картой, и тогда наличка у нас останется, и хватит ее на дольше. Мы на завтраке, в отеле, в котором будем брать квартиру. Пришли подписывать все, и не успели поесть, поэтому здесь прислушать. Короче, не без проблем. Каждый день что-то. Мне кажется, то, что я не занималась спортом, давно сказывается на том, как я все это переживаю. Мне нужно с сегодняшнего дня начать уже спортом заниматься, потому что высвобождаешь мысли, и есть шанс, что я перестану так сильно реагировать на вещи. Только я вам поныла про то, что потеряла кошелек, так сразу пришла хорошая вещь. И это, знаете, такой приятный баланс. Где-то вот так, где-то вот так. Короче, рассказ. Здесь живет Машина подруга, она может оплатить нам квартиру, а мы ей переведем в рублях на Сбер по текущему курсу. То есть она ничего не теряет, просто мы не теряем наличку. И это просто балдежно. Я решила не заказывать себе блюдо, хотя голодное. Буду сосками на пополам кушать, а потом пойдем еще куда-нибудь кушать, когда проголодаемся. Зачем кушать много, да? Оск, ты наелся? И сейчас нам очень стихно было. Я согласна. Мы с сосками сейчас обсудили, что мы настолько комфортно поели, что хотим себя заставлять всегда есть по чуть-чуть. И теперь я, кажется, понимаю людей, которые столько много лет твердили мне, что мы едим очень много. Зачем вам так много? В основном мне. Типа я же девочка, как это я ем так много? Но на самом деле я понимаю теперь, наверное, вас. Мне казалось всегда, что я не наемся более-меншими порциями. А сейчас мы это сделали, и у меня получилось. Вот и вот была. Это я улыбаюсь, потому что у нас получилось, кажется, провернуть всю эту схему. Такую схему заплатить за апартаменты? Нет, я к тому, что мы оставляем себе нашу наличку, которая доверит золото, и оплачиваем с помощью человека. И это очень круто, я очень рада. А еще, несмотря на мою радость, я также очень тревожусь. Я не знаю, почему я вам это рассказываю, нужно ли вам это знать, просто интересно, может быть, у кого-то так же. Вот, реально, настолько накручиваешь себе уже, что не можешь остановиться. Вроде бы мы сидим в отеле, все нормально, должна радоваться, но у меня тревога. А вдруг этот человек, это не человек из отеля, а представитель агентства. Из-за того, что цена, которую она нам назвала, меньше, чем та, что на сайте официальном, причем на многое. У меня сразу начинаются мысли, блин, а вдруг что, хотя я сижу в отеле с человеком. Она как раз, эта девочка, представитель агентства, познакомила нас с менеджером этого отеля. Ну, это, я думаю, просто как бы травма моего детства, можно так сказать, когда меня гадалка обманула, во всем ищу подруг. Ты все сводишь в гадалки? Все свожу в гадалки. Да нет, знаешь, каждый человек так волнует чуть-чуть, но ты, по-моему, придаешь этому большое значение. Не нужно так волноваться. Именно поэтому мы хотим сейчас поехать домой. Мы находимся в Дубае, здесь все безопасно, тем более мы все снимаем на влог, если что, в полицию закинем. Точно, сейчас поедем домой, в бассейн, потом в зал, что-то такое, и буду там высвобождать свою злость, страхи и так далее. Пока. Небольшой кофе питье, сейчас буду разбирать вот это вот, потом в планах пойти в спортзал и в бассейн. Вот так решили, я уже надела свою форму. Что мы сейчас сделали, рассказывай. Машину забронировали. Ура! На месяц. Да, 30 число. В общем, взяли машину. У нас на месяц будет машина. Это очень круто. Мы будем как местные, как будто бы здесь живем. И квартира будет, и машина будет. Мы не теряем надежд найти наш кошелек. Очень хочется сюрприз такой. Где-нибудь, может быть, из-за них или не знаю. Так, все мои чемоданы высвобождены, вещи расставлены, но пока что достаточно бардачно, потому что иначе мы не успеем просто в зал и потом еще в бассейн. Вторым этапом все красиво расставлю, и сейчас скажу, давай пошли! Кроссовки. 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 Играет музыка У меня есть в окне офигенное место для камеры. Теперь отсюда часто будете слышать мои мысли какие-то. Что хотела сказать? Я чувствую себя прекрасно. Не знаю, это самоунушение, временно или действительно спорт работает, но мне так хорошо. Еще немного пофиг стало на потерю кошелька. Конечно, обидно, сам кошелек дорогой, но карточки все равно не работают. Мир тоже вряд ли бы работал. Тем более то, что нам помогли друзья Маши, это просто вау, потому что огромная сумма денег теперь у нас остается в долларах. И мы, считайте, продлили себе отпуск благодаря тому, что получилось. И даже этот мир уже нам не совсем нужен. По правам, даже если мы приедем в Америку, я очень захочу водить. Меня сейчас тоже успокоила девочка, вот Лена, которая виза нам помогает делать, и туры делает туда. Она сказала, что не переживай, в Америке очень легко сдать на права, если что, сдашь там. И я такая, блин, реально, все проблемы решаемы. И это помогло немножко успокоиться. И в целом спорт как-то, не знаю, я бегала с любимой музыкой в ушах полчаса, и где-то минут 15-20 еще, ну ладно, не буду врать, 15. По делу всяких упражнений. И вот занимаюсь я, и понимаю, насколько я счастлива в этот самый момент. Не знаю, почему так происходит. То есть ты просто высвобождаешь как-то энергию или что-то в этом духе. Поэтому круто то, что ты взрослеешь и понимаешь, набираешься опыта, что спорт — это не просто про похудеть. Или что-то в этом духе спорт — это еще про что-то вот здесь. И в целом про здоровье. И поэтому нравится, что понимаю это своим именно опытом, а не когда тебе кто-то говорит, потому что ты не понимаешь все равно, когда тебе кто-то говорит. Ты должен сам до этого дойти. И вот я дошла, и мне это нравится. И я уже где-то полтора года, в принципе, занимаюсь спортом бесперерывно. И всегда, в принципе, видела в этом смысл. То есть не только сейчас я до этого дошла. Но сейчас я просто именно на своем опыте убедилась, что без спорта мне было плохо. Посмотрим, насколько меня хватит. Я планирую заниматься очень много. Насколько я всегда буду на позитиве, если буду заниматься спортом. Потому что это реально то, что со мной творилось в последнее время. Это, не описать словами, такая большая тревога внутри. В очень красивое место пришли. Это ресторан нашего отеля. Добро пожаловать. И здесь веранда. Вот вид прекрасный. Нам принесли хлебушек. И я обожаю рестораны, где есть бесплатный хлебушек, потому что это самое лучшее, что можно жить. Хлеб с маслом, можно больше ничего не кушать. Ну да. Выгляжу, конечно, так себе, но представьте, что я суперкрасотка сейчас. Каждый день буду так говорить. Мы заказали паэлью на двоих. Здесь такие порции большие. И паэлью готовят только на двоих. Так что, думаю, этим тоже наедимся. Это, получается, второй прием пищи. Сейчас уже 7 часов. В шоке. До сих пор я даже не была голодная после того маленького саймича. Я не знаю, в чем прикол. От жары, может быть, еще такое идет. Супер. Я предлагаю после того, как мы здесь поедим, пойти в магазин, купить что-то в магазине. Хорошая идея. Нам нужны конфет и какие-нибудь овощи, потому что сейчас салатов здесь один, только томаты с оливками, и нам такое не подходит. Хорошая идея. Почему мы с тобой, у нас с тобой так всегда. Мы когда планируем какую-то поездку, мы говорим друг другу, все, типа, вот у нас есть бюджет, мы не выходим за рамки этого бюджета и стараемся экономить. Не важно, большая поездка, как сейчас, или более маленькая. По итогу, когда мы прилетаем, мы всегда тратим больше, потому что в моменте мы думаем, мы думаем, что на себя жалеть. Зачем мы еще работаем, кроме как вот такие вещи какие-то. И так вечно бывает, что мы тратим больше. Ну, вообще, я скажу так, вот это, что сегодня написал, это одно. Странно, камера как будто отлучит сейчас. У нас есть возможность как бы жить нормально, будем жить нормально, будем экономить тогда, когда... Не будет такой возможности. Когда не будет денег. Вот, ну, я просто понял, что в какой-то момент... Если, Наталья. А? Если, а не когда. Если. Да, это важно. Я понял просто в какой-то момент, что мы можем упустить вот эту крутую возможность, как у всех бывает в жизни. У всех бывают, знаете, хорошие периоды и плохие периоды. И мы, наверное, потом будем очень сильно жалеть, что когда у нас была возможность, мы не позволяли себе. А это, наверное, будет терзать нас на протяжении всей жизни. Поэтому это первое. Поэтому не нужно экономить на себе. Второе. Мне кажется, чем больше ты отдаешь, вкладываешь себя, тем больше ты расцветаешь, тем больше ты становишься продуктивным. В общем, больше результат отдаешь. Да, и это может на самом деле реально... Это как бизнес. Принести что-то. Да, вот хоть и вообще пример не очень, но это как бизнес. Но ты чем больше вкладываешь бизнес в рекламу и так далее, не боишься этого, рискуешь, тем больше это тебе может принести. То же самое здесь. То есть чем больше ты тратишь на себя... Ну, правда, мы не говорим про то, что там пойти себе купить одежду на миллион, потом там что-то еще дорогое. Шампанское в меню здесь стоит 3000 дирхам, это 80 тысяч рублей бутылка какого-то дорогого. Такое мы себе никогда в жизни не позволили, мне кажется. Короче, да, мы к тому, что в рамках разумного позволять себе делать то, что мы хотим. Мы, в принципе, вот захотели заказать колу за 25 дирхам, которая выходит примерно 600-700 рублей? Ну, заказали, что с этим поделать? Но одну на двоих, знаете ли. Да, но могли, например, взять, потерпеть и пойти в магазин и купить. У меня всегда так. Слушай, ты камеру уронила? Какие-то эффекты? Эффекты есть, но я ее не роняла. Она просто может галючить, но если что, новую куплю. Ты что думаешь по этому поводу? Теперь я буду брать у тебя интервью. Давай, возьми мне интервью. Тяжело отдавать такие деньги за что-то временное. То есть одно дело, когда ты покупаешь себе мебель в квартиру, то, где ты будешь жить 10, 15, 20 лет, может больше. Хотя тоже мне было не сладко от этого, потому что мы немножко вышли за рамки бюджета. Вот так же и с этим мы думали, ну вот у нас есть бюджет на ремонт. В итоге постоянно выходим. Это на 100 тысяч больше, это на 50 тысяч больше, еще что-то. Ну, в принципе, не знаю, как себя избавить от этого мышления того, что может закончиться поток денег, или же... Это называется мышление бедного человека. И поэли, вот пришла. Такая я. Спасибо большое. Выглядит просто бомба, если честно. Да, я очень давно задумывалась о том, что хочу испанскую паэлью. Короче, суть в том, что ограничение самого себя – это мышление бедного человека. Знаешь, вот эти все мотиваторы, они всегда так говорят. Не знаю, насколько это правда, но хочется немножко позволять себе больше. Хочется иногда себя даже баловать, благодаря каким-то результатам, например. Пошел, спонтанно себе что-то купил. Вот мне так тяжело было перед поездкой просто купить себе пару футболок и там просто, знаешь, обновить штаны. Ты думаешь, да какая разница, это всего лишь одежда. Ну, знаешь, одежда, но тебя мотивирует. Ты покупаешь, тратишься. Ты понимаешь, что для хорошей жизни нужно много работать. И работаешь. Я всегда иду на любую большую трату через какую-то боль. И это, наверное, неправильно. Нужно легче делать. Но потом радуешься. Да, когда уже покупаешь, думаешь, блин, у меня кухня за несколько миллионов рублей. Извините, это счастье. Кроветочку. Сначала сфоткаю. Когда ты там будешь кушать, готовить, просто, знаешь, наслаждаться, трогая, открывая каждый шкафчик, вот тогда будет результат. А сейчас будем кушать паэлю. Да, ну, в принципе, вроде, мысль закончила я, да, которую начинала? Да, 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 ты сфотка сказала. Надо стараться позволять себе такие вещи. Да, деньги есть, но я всегда ищу себя, знаете, останавливаю. Блин, как, ну, у меня есть деньги, а у кого-то нет. Ну, и как вот, не жирно ли мне сейчас здесь сидеть? Доброе утро! Мы решили начать этот день с спорта. Мне было очень тяжело, говорю, Оску, нет, давай, давай сегодня вечером. Потому что, когда встаешь, ощущение, что у тебя ни на что не будет сил. Ну, вроде так, немножко раскачалось, кофе попила, и уже силы немножко появились. Вот, еще боялась, что не успеем сегодня день пораньше начать, потому что договорились с девочкой одной встретиться, потом покажу вам, кто это. Ну, Оск меня убедил, сказал, потом ты мне скажешь спасибо, то, что ты уже позанималась спортом, и я согласна. Держи. 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 Снова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, было прекрасно Сейчас расскажу вам, что она здесь делает Мне кажется, сможешь дать интервью небольшое? С удовольствием Замечательно, но сначала мы поедим Как тебе? Вот это очень понравилось мне У меня такая каша, я решила, что давно ее не ела и захотелось, но смотрю на это и тоже глаз радуется Субтитры сделал DimaTorzok Гуляем, болтаем Мне кажется, где тенек, там у них кондиционер работает, потому что не может быть так прохладно здесь и так жарко там Ну вообще, мне кажется, может всегда в Тиньке не так жарко В Тиньке просто не тушно, а здесь немного прохладно в Тиньке Нравится в Тиньке Мы пришли взять вот кофейку или чайку в холодном, и я хотела бы трестиковый холодный чай Ребята, я хочу немного ввести в курс дела вас, кто такая Шушаник и вообще, что она здесь делает Потому что мне кажется, что ее случай уникален Немногие знают о том, что есть такая вообще работа где-то за границей И мне кажется, что это у многих может вдохновить и побудить на какие-то действия Так что привет! Привет! Если что, это получается очень сложно объяснить, кто ты по моей связи родственной Получается, у нас сестра троюродная Как-то так Слушай, ну я сестра твоего отца Твоюродная сестра твоего отца? Да Да Расскажи, чем ты здесь занимаешься? Я здесь кайфую Я музыкант, я пианистка, и я здесь работаю на контрактах То есть я играю на лобби Моя работа состоит в том, что я играю 4 часа вечером И все остальное время я предоставлена сама себе То есть я делаю все, что хочу, я наслаждаюсь этой страной Я живу в отеле, я живу в хороших условиях То есть я кушаю как гость, я живу как гость в отеле, все как гость И просто я занимаюсь любимым делом Да, это мне кажется очень круто Я вообще впервые от Шушаникана услышала насчет того, что такая вообще работа существует Мне понравилось то, что, знаете, обычно все говорят блогеры Влогеры только могут так кайфовать, ездить везде, смотреть в отелях, жить бесплатно и все такое Но по факту нет, есть очень много еще работ И вот одна из них это быть каким-то музыкантом, либо играть на рояле, либо еще над чем-то петь У меня правда прям сердечко так тепло, потому что я знаю, что ты здесь так наслаждаешься и кайфуешь При этом делаешь свое любимое дело То есть тебе отель дает все блага, которые у него есть Расскажи подробнее Я могу посещать джим, бассейн, спа, кушать в ресторане с гостями Я живу в номере отеля Я просто к чему это хочу сказать, что если есть люди, которые считают, что я вот сейчас обучаюсь фортепиано, я мучаюсь, еще что-то Вы должны понять, что вы можете выбрать любой путь То есть вы можете как и пойти к педагогам в школе работать и реально мучиться Но опять-таки для кого как Но также вы можете и выбрать другой стиль жизни Можете ездить в любую страну Хочу в общем сказать, что есть контракты не только в Эмиратах А до Эмиратов ты где работала? До Эмиратов я работала в Южной Корее на острове Джеджу Что очень-очень красиво На самом деле там просто сказка Вот сам Джеджу это сказочный остров, да? Там же у нас и вулкан есть, который знаменитый И есть еще вокруг Джеджу маленькие острова Они еще более сказочные, чем сам Джеджу Оттуда же я тоже посещала Сеул То есть я полноценно насладилась Кореей за полгода То есть вы можете выбирать любые контракты Любые страны, которые вам по вкусу Если мы говорим про арабские страны Куча контрактов в Саудовскую Аравию, в Катар Куда еще у нас? В Египет есть В Иорданию, в Бахрейн Есть еще, я видела, контракты были в Швейцарию Это мы то, что говорим про наземные, да? Такие отели А есть ведь еще и круизные лайнеры Где зарплата еще выше То есть я не буду сейчас называть зарплату Потому что она везде разная Но на круизных лайнерах там на 50% зарплата выше, чем на земле Если вы, например, танцовщица или вы певица Вы можете все эти страны использовать И просто кататься Видеть этот мир, рассмотрящий Какие у вас цели, сколько вам лет Что вы хотите, что вы ищете Вот, где искать? Искать есть, значит, на Фейсбуке Специальные странички, которые вы, если ищете контракт Вы просто заходите и набираете работа для музыкантов И набираете, например, ОАЭ Ну, к примеру Или там за рубежом Более обширный, да? Спектр И все, и вы находите Также есть во ВКонтакте некоторые группы Но сейчас Фейсбук прям очень популярен Очень Это очень круто Ты нашла как свой первый контракт? Свой самый первый контракт Который выпал в Южную Корею Я нашла во ВКонтакте Там есть группы Заходишь в группы Также набираешь работу для артистов Вот нужно заходить и смотреть Когда там последний пост был Потому что существует уже куча мертвых групп Которые уже давно не постятся Ничего Также есть, конечно, и мошенники Есть Но на них я не натыкалась Потому что нужно всегда подписывать контракт Нужно всегда смотреть, что за бэкграунд у отеля А расскажи Вот наверняка в детстве тебе было тяжело Всему этому учиться И какие эмоции ты испытываешь сейчас Живя здесь Наверняка ты сейчас счастлива Что ты прошла через все эти круги ада Когда твои подружки гуляли А ты зубрила Да, на самом деле было такое Карина, я тебе рассказывала Было момент, когда хотелось, конечно, очень, например Пойти погулять Или пойти сходить на какой-то день рождения Потусоваться с какими-то подружайками Но это я сделать не могла Потому что я постоянно Вот сколько? Восемь часов в день Я сидела и занималась Реально? Восемь? А еще плюс уроки Которые нужно делать в школе Которых я ненавидела просто И музыкалка это все совмещалась Это было очень тяжело Я плакала Я смеялась Я делала все Но с подружками, кстати, мы отдалились друг от друга Потому что, понятно, у них дальше жизнь идет А я сижу занимаюсь Я тогда ненавидела все вообще Но сейчас, если посмотреть То я очень счастлива, как я живу Я не думала, что это так все закончится Но я очень хотела Я думала, что окей Если я занимаюсь так усиленно Это должно привести к чему-то хорошему И это привело Это реально потрясающе Что есть у тебя такая возможность Несколько лет пожить здесь, а того и больше Так что, ребята, никогда не нужно думать Что на что-то развивающее вас Вы тратите время впустую Мне кажется, так же, как и Шушаник удалось добиться В этой сфере успеха Можно в любой сфере добиться успеха Будь вы скрипач, пианист Или просто, может быть, вы изучаете информатику IT-технологии и так далее Пробуйте, не останавливайтесь в любой сфере Даже если не брать, знаешь, вот То, что ты артист, пианист И у тебя такие потрясающие условия для жизни Для кайфов и для работы Есть куча возможностей Когда просто человек может поехать на Мальдивах Например, у кого-то это мечта На Мальдивы поехать Но нет возможности Ты берешь просто работу И каким-нибудь там батлером устраиваешься Или менеджером, пиар-менеджером И живешь там полгода, кайфуешь так же Абсолютно То есть, если хочется посмотреть мир Мне кажется, это вполне себе возможно Даже когда не обладаешь там огромным количеством средств На то, чтобы это сделать Ну, как бы один из вариантов такой Да, и это очень даже прикольно Просто если есть мечта Но не знаешь, как у вас существует Попробуйте поработать На Мальдивах много контрактов Да, конечно Там по-любому нужны пианисты Для диджеев, для пианистов, для певцов Для персонала в отелях Для всех Так что ищите везде возможности Как Шушаник сказала сначала Можно учиться 8-10 лет играть на чем-то И потом забить Вообще даже не вспоминать Можно пойти обучать кого-то А можно пойти и видеть вот так вот мир И вот если бы, мне кажется, я умела бы что-то такое играть Не была бы блогером Для меня это было бы тоже Я думаю, что я бы тоже дошла до такого Потому что путешествовать это то, что напитывает меня очень сильно То есть я не знаю почему, как Но как я ощущаю себя в моем родном городе Это вообще совершенно иная история С тем, как я ощущаю себя где-либо еще То есть прикольно, когда ты можешь менять обстановку и жить где-то Ну, в общем, тебе нравится Арабский Эмират Ты бы хотела здесь остаться надолго Да, да, потому что это прям Мне подходит эта сторона Еще последний вопрос задам Интересно Вот смотри Отель дает тебе возможность жить, кушать Ходить в бассейн Полноценно жить как гость А при этом он еще и платит Насколько тебе хватает вообще этих денег? Считаешь ли ты, что это хорошие деньги? Вот так, можно сказать Это деньги, которые раз за... не знаю во сколько раз У нас в стране так не платят Она из Казахстана так же, как и я Только она там жила, а я просто родилась Да, у нас так не платят И даже близко так не платят Плюс, когда ты работаешь в отеле у нас Вот я работала в Казахстане в отеле Я работала за маленькую зарплату Ну, по сравнению с Эмиратами, да Ну и, конечно же, я жила в своих условиях То есть в своей квартире зеленной И представляете себе разницу Арендованное жилье и низкая зарплата Либо здесь все предоставляет отель Это полнейший плюс И плюс зарплата еще больше Это вообще с ума сойти, как круто Да, да, да Поэтому я желаю вам всем найти такие контракты, ребята Я еще хотела добавить, то есть смотрите У меня когда-то был выбор просто пойти педагогом в школу работать Не то чтобы выбор, а это как бы Вот у всего есть логическое какое-то завершение И типа, когда человек заканчивает вуз, он идет педагогом У нас так принято, музыкантом Вот, и меня это не устраивало И мне пришлось посмотреть на ситуацию шире А что еще есть в моей сфере деятельности? И пришлось вот посмотреть шире И я увидела вот эти варианты Мне чисто случайно попалась вакансия Но на тот момент у меня был такой, знаешь, период Когда я такая типа днями и ночами думаю Блин, надо что-то менять Блин, надо что-то менять И тут раз, и вакансия Круто очень Да, это так прям вот как Как-то говорится, мозг притянул ее В общем Спасибо тебе за интервью Спасибо тебе тоже есть Только добавить То, что не унывайте и не падайте духом Если вам кажется, что у вас что-то не получается Если, к примеру, вы занимаетесь музыкой И вы считаете, что это ни к чему не приведет Ты уже это говорила Я просто хочу это раскрыть еще больше Эту мысль То, что если вам кажется, что это ни к чему не приведет Или что за этим стоит только нищета Да, есть такое мнение Потому что педагоги, они получают мало У вас всегда есть выбор Жить классно Главное его увидеть, найти Его увидеть и найти Совершить этот выбор Но теперь вы точно знаете, где искать вакансии Вы теперь точно знаете, что они в принципе существуют Да По всему миру, по всему миру И даже на воде Скоро, мне кажется, уже в воздухе появятся Эмирейд смогут все сделать Для каждой своих самолетов В общем, да, спасибо тебе большое Ребят, надеюсь, вам это было полезно Я надеюсь, что вы черпанули вдохновение И может быть, как-нибудь ваша жизнь изменится после этих слов Так что спасибо Очень надеюсь У нас салатик Что? Подожди, не наливай, мне кажется, он еще не заварился Это просто лимон с кипятком, как ты любишь Реально? Не верю Ну хватит, хватит Вот такой салат Мы поняли, что мы очень голодные Поэтому, в принципе, вернулись туда же, где мы завтракали Только в соседний ресторан Вот это хлеб насущный А вот это итальянский ресторан И мы будем кушать здесь салат Стоит 62, да, по-моему? Дофига и больше Здесь просто помидор, моцарелла и авокадо Но самое главное, что здесь есть и белок, и жиры, и клетчатка То есть получается, здесь нет бесплатного хлеба И, извините, такие рестораны Перикатируются в моем списке любимчиков Это моя паста Мы сейчас в соском поняли, что можем есть ее просто каждый день Но надо отходить от этой привычки И хотя бы чем-то миксовать Вкусно? Вкусно Уже 10 вечера, мы только-только добрались домой Я решила сразу сходить в душ Потому что столько ходили Я вся вспотела Была липкая, неприятно Зачем я объясняю людям Почему я хожу в душ Это так тупо Ладно В общем, сейчас буду монтировать Так что я с вами на сегодня прощаюсь Увидимся с вами завтра Субтитры сделал DimaTorzok